Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 25 ноября. Житие и страдания святого священномученика Климента, Папы Римского. В славном и великом древнем городе Риме жил один человек знатного происхождения по имени Павст, происходивший из рода древних римских царей. У него была жена по имени Матфигия, та же царского происхождения, и бывшая в родстве с римскими императорами Августом и Тиверием. Муж и жена были ревностными язычниками и поклонялись идолам. У них родились сначала два сына-близнецы, из которых одного назвали Фавстином, а другого Фавстинианом. Затем родился третий сын, которому дали имя Климент. У Фавста был брат, злой и безнравственный человек. Видя красоту Матфигии, он трястился ей и стал соблазнять ее на грех. Но она, будучи весьма целомудренной, не пожелала нарушить верность мужу и осквернением ложа, а бесчестить достоинства своего знатного рода. Поэтому всеми силами старалась отстранить от себя соблазнителя. Не желая явно обречать его, она не говорила об этом никому, даже своему мужу, боясь, чтобы о них не распространилась дурная молва и не обесславился бы дом их. Но брат Фавста долгое время просьбами и угрозами принуждал ее к тому, чтобы она покорилась его нечистому желанию. Матфигия, видя, что она не в состоянии избавиться от его преследований, если не удалиться от встречи с ним, решилась на следующее. Однажды утром она обратилась к своему мужу с следующей речью. «Дивный сон видела я сегодня ночью, господин мой. Видела я почтенного и старого мужа, как бы одного из богов, который говорил мне, «Если ты и два твоих близнецы-сыновья не уйдете из Рима на десять лет, то вместе с ними умрешь мучительной и внезапной смертью». Услышав эти слова, Фавст удивился, много размышлял об этом и решился отпустить ее и двух сыновей из Рима на десять лет, рассуждая, «Лучше, если любимая моя супруга с детьми жива будет в чужой стране, нежели здесь умрет внезапной смертью». Снарядив корабль и запасшись всем нужным для продовольствия, он отпустил ее с двумя сыновьями, Фавстином и Фавстинианом, в страну греческую, в Афины. С ними отправил множество рабов и рабы, не снабдивая их большим имуществом, повелев Матфидии, чтобы она в Афинах отдала сыновей обучаться греческой мудрости. Так расстались они друг с другом с невыразимым сожалением и слезами. Матфидия с двумя сыновьями в корабле отплыла, а Фавст с младшим сыном Климентом остался в Риме. Когда Матфидия плыла по морю, на море разразилась сильная буря, и поднялось большое волнение. Корабль был отнесен волнами и ветром в неведомую страну. В полночь был разбит, и все потонули. Матфидия, заносимая бурными волнами, была выброшена на камень одного острова, недалеко от осийской страны. И неутешно плакала она об утонувших детях своих. От горькой печали хотела даже броситься в море. Но жители той страны увидали ее ногу, и сильно кричащую и стенавшую, сжалились над ней, взяли ее в свой город и одели ее. Некоторые страннолюбивые женщины, пришедшие к ней, стали утешать ее в горе. Каждая из них стала рассказывать ей все, что случилось в их жизни прискорбного. И своим сочувствием несколько облегчили ее печаль. Одна из них сказала при этом, Муж мой был корабельщиком, еще очень молодым он потонул в море, и я осталась молодой вдовою. Многие желали на мне жениться. Но я, любя мужа и будучи не в силах забыть его, и по его смерти решила остаться вдовой. Если хочешь, то оставайся в дому жить моем, жить со мною. Я и ты будем кормиться своими трудами. Матфидия последовала ее совету и, поселившись в ее доме своими трудами, добывала себе пищу. И 24 года пробыла в таком положении. Дети ее, Фавстин и Фавстиниан, после кораблекушения по изволению Божию, тоже остались живыми, выброшены на берег. Они были увидены находившимися там морскими разбойниками, которые взяли их в свою лодку, привезли в Кесарию Саратонийскую и продали здесь одной женщине по имени Иустия, которая воспитала их вместо детей и отдавая их в обучение. Таким образом, они научились различным языческим наукам, но потом, услышав евангельскую проповедь о Христе, приняли святое крещение и последовали за апостолом Петром. Фавст же, отец их, живя в Риме с Климентом и ничего не зная о бедствиях, постигших жену и детей, послал по истечении года некоторых рабов в Афину узнать, как живут его жена и дети, и послал с ними много различных вещей. Но рабы его не возвратились. На третий год Фавст, не получая никакого известия о жене и детях его, очень опечалился и послал других рабов со всем необходимым в Афины. Прибыв туда, они никого не нашли и на четвертый год возвратились к Фавсту и сообщили ему, что совсем не могли отыскать в Афинах госпожи своей, ибо никто о ней там даже не слыхал, и они не могли напасть на след ее, так как никого из своих не могли найти. Услышав все это, Фавст еще больше опечалился и стал горько плакать. Он обошел все приморские города и пристани в римской стране, расспрашивал корабельщиков о своей жене и ее детях, но ни от кого не узнал ничего. Потом, соорудив корабль и взяв с собой несколько рабов и немного имущества, отправился сам отыскивать подругу свою и любезных детей, а младшего сына Климента оставил с верными рабами дома учиться наукам. Чуть не всю вселенную он обошел и по суху, и по морю, отыскивая многие годы своих родных и не находя их. Наконец, уже отчаявшись, даже видеть их, предался глубокой скорби, так что не хотел даже возвращаться домой, считая тяжелым временем наслаждаться благами мира сего безвозлюбленной супруги своей, который питал великую любовь за ее целомудрие. Отвергнув все почести и славу мира этого, он скитался по чужим странам, как нищий, не открывая о себе никому, кто он. Между тем, Мотро Климент пришел в совершеннолетний возраст и хорошо изучил все философские учения. При всем том, не имея ни отца, ни матери, он всегда находился в печали. Между тем, ему пошел уже двадцать четвертый год от рождения с тех пор, как мать вышла из дому, и двадцать лет, как исчез его отец. Потеряв надежду на то, что они живы, Климент скорбел о них, как о мертвых. Вместе с этим он памятовал и о своей смерти, так как хорошо знал, что всякий может умереть. Но не зная, где он будет находиться после смерти, есть ли другая какая жизнь после этой коротковременной жизни или нет, всегда плакал и не хотел утешиться никакими наслаждениями и радостями мирскими. В это время Климент, услыхав о пришествии Христовом в мир, стал стремиться узнать о том достоверно. Случилось ему беседовать с одним благоразумным человеком, который рассказал ему, как пришел в Иудею Сын Божий, даруя всем, кто будет исполнять волю пославшего его Отца жизнь вечную. Услыхав об этом, Климент возгорелся необычайным желанием узнать подробнее о Христе и о его учении. Для этого он решил идти в Иудею, в которой распространялось благовестие Христова. Оставив дом свой и большое имение, он взял с собой верных рабов и достаточное количество золота, сел на корабль и отплыл в Иудейскую страну. Вследствие разразившейся на море бури, он занесен был ветром в Александрию, и там нашел апостола Варнаву, учение которого о Христе слушал с наслаждением. Потом он отплыл Хесарию, Стратомийскую, и нашел святого апостола Петра. Приняв от него святое крещение, он последовал за ним с прочими учениками, между которыми были и два брата его, близнецы Фавстин и Фавстинян. Но Климент не узнал их, равно как и братья его не узнали, потому что они были очень малы, когда разлучились, и не помнили друг друга. Петр, отправляясь в Сирию, послал вперед себя Фавстина и Фавстиняна. А Климента оставил при себе и вместе с ним сел на корабль и поплыл по морю. Когда они плыли, апостол спросил Климента о его происхождении. Тогда Климент подробно рассказал ему, каково он происхождение, и как мать его под влиянием сновидений ушла в Рим с двумя малолетними сыновьями, как отец по прошествии четырех лет ушла разыскивать их и не возвратился. К этому он присоединил и то, что прошло уже двадцать лет, как он ничего не знает о своих родных. Почему он думает, что родители его и братья умерли? Петр, выслушав рассказ его, умилился. Между тем, по усмотрению, Божий корабль пристал к тому острову, где находилась Климентова мать, Матфидия. Когда некоторые вышли из корабля, чтобы купить в городе необходимое для житейских потребностей, то и Петр вышел, а Климент остался на корабле. Направляя из города, Петр увидал старицу, сидящую при вратах и просящую милостыню. То была Матфидия, которая не могла уже питаться своими трудами от слабости рух, и потому просила милостыню, чтобы питать себя и другую старицу, принявшую ее в свой дом, которая также была расслаблена и лежала больной в доме. Апостол, увидав сидящую в Матфидию, уразумел духом, что эта женщина чужестранка, и спросил об отечестве ее. Тяжко вздохнув, Матфидия проследилась и сказала, «О, горе мне, странница, потому что нет в мире бедней и несчастней меня». Апостол Петр, при виде ее тяжкой скорби и сердечных слез, начал внимательно расспрашивать ее, кто она и откуда. Из разговора с ней он понял, что она мать Климента, и стал утешать ее, говоря, «Я знаю младшего сына твоего, Климента. Он находится в этой стране». Матфидия, услыхав о своем сыне, сделалась от ужаса и страха, как мертвая. Но Петр взял ее за руку и повелел ей идти за собой на кораблю. «Непетяльца, старец», — говорил ей апостол дорогою, «Потому что сейчас узнаешь все о сыне твоем». Когда они шли к кораблю, то к ним навстречу вышел Климент. И увидев женщину, шедшую за Петром, удивился. Она, рассмотревшись в Климента, тотчас же узнала его по сходству с отцом и спросила Петра, «Нет ли Климент сын мой?» Петр сказал, «Он и есть». И упал Матфидия на шею у Климента и заплакал. Климент же не знает, кто эта женщина и почему она плачет, стал ее отстранять от себя. Тогда Петр сказал ему, «Не отталкивай чадо, родившую тебя». Климент услыхал это, проследился и упал к ногам ее, целуя ее и плача. И была у них великая радость, ибо они нашли и узнали друг друга. Петр помолился о ней Богу и исцелил руки ее. Она же стала просить апостола об исцелении старицы, у которой поселилась. Апостол Петр вошел в дом ее и исцелил последнюю. Климент же дал ей тысячу драхм. Драхм – это древний греческий вес и серебряная монета, ценностью 24 копейки. В награду за пропитание матери своей. Потом взял мать вместе с исцелившуюся старицей, ввел их на корабль, и они отплыли. Дорогу Матфидия спросила сына о муже своем в папстве. И узнав, что он отправился отыскать ее, и что 20 лет нет об нем никакого известия, плакала по нем горько, как по умершим, не надеясь видеть его живым. Доплыв до Антадроса, они оставили корабль и продолжали путь свой по суше. Достигнув Лаодики, они встречены были Фавстином и Фавстиняном, которые прибыли туда прежде их. Они спросили Климента, «Кто это чужая женщина, которая находится при вас с другой старицей?» Климент ответил, «Мать моя, которую я отыскал в чужой стране». И начал им по порядку рассказывать, сколько времени с матерью не видался, и как ушла она из дома с двумя близнецами. Услухав это, они поняли, что Климент брат их, и та женщина мать их. И заплакали от большой радости, воскликнув, «Значит, это мать наша Матфидия, ты же брат наш, Климент, ибо и мы и есть близнецы Фавстин и Фавстинян, вышедшие с матерью из Рима». Сказав это, они бросились друг другу на шею, плакали много и любезно целовались. Видя, как мать радуется о детях, которых неожиданно нашла здравыми, и рассказывая друг другу, какими божьими судьбами были спасены от потопления, они прославили Бога. Только об одном скорбели они, что никто ничего не знал об отце их. Потом они стали просить апостола Петра, чтобы он крестил мать их. Рано утром они пришли к морю. Святой апостол Петр в отдельном помещении совершил крещение над Матфидией и сопровождавшей ее старицей во имя Отца и Сына и Святого Духа. И отослав ее сыновьями вперед себя в жилище, сам пошел другой дорогой. И вот на дороге встретился ему благообразный муж с седой бородой, бедно одетый, ожидавший апостола Петра, которого он почтительно приветствовал. «Вижу, что ты человек чужестранный и непростой. Самое лицо твое показывает, что ты человек разумный. Поэтому желаю немного побеседовать с тобою». Петр на это сказал. «Говори, господин, если хочешь. Я видел тебя, сказал тот нынче, в сокровенном месте на берегу молящимся. Незаметно посмотрев, я отошел и немного подождал тебя здесь. Желаю сказать, что вы напрасно утруждаете себя молитвой Богу, потому что нет никакого Бога ни на небе, ни на земле. И нет никакого Божьего промысла о нас, но все в мире этом случайно. Поэтому не увлекайтесь и не трудитесь молить о Богу, ибо Его не существует». Святой Петр, услышав эти рассуждения, сказал ему, «Почему ты думаешь, что все не по Божьему устройству и промыслу, но случайно бывает? И чем ты докажешь, что нет Бога? Если нет Бога, то кто сотворил небо и украсил его звездами? Кто сотворил землю и одел ее цветами? Человек тот, вздохнув из глубины сердца, промолвил. Знаю я, господин, отчасти астрономию, а богам так усердно служил, как никто другой. И познал я, что все надежды на Бога суетны, и нет никакого Бога. «Если бы был на небе какой-нибудь Бог, то услышал бы вздохи плачущих, внял бы молитвы молящихся, презрел бы на горе сердца, изнемогающего от печали. Но так как нет того, кто бы подавал утешение в скорбях, то отсюда заключаю, что нет Бога. Если бы был Бог, то услышал бы меня в горе молящегося и рыдающего. Ибо, господин мой, двадцать лет, и даже больше я нахожусь в великой печали. И как много я молился всем богам, как много я жертв принес им, как много пролил слез и рыданий. И ни один из богов не услышал меня, и весь труд мой был напрасен». После этого Петр сказал «Потому ты не услышан был столько времени, что молился многим богам суетным и ложным, а не единому истинному Богу, в Которого мы веруем и Которому молимся». Так, беседуя с тем человеком и рассуждая о Боге, Петр уразумел, что говорит с Фавстом, мужем Матфидии, отцом Климента и братьев его, и сказал ему «Если ты желаешь веровать в единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, то сейчас увидишь невредимыми и здоровыми и жену и детей своих». Он на это ответил «Неужели жена моя с детьми восстанет из мертвых?» Я по звездам сам узнал, и от премудрого астролога Анну Виона мне известно, что и жена моя, и двое детей моих утонули в море. Тогда Петр ввел Фавстом в жилище свое, когда тот зашел туда и увидел Матфидию, то ужаснулся и пристально с удивлением, смотря на нее, молчал, потом сказал «В силу какого чуда совершилось это? Кого теперь вижу?» и подошелся поближе вас к ним, «Воистину, моя возлюбленная супруга здесь!» Точа с внезапной радостью оба обессилили, так что и говорить друг с другом не могли, ибо и Матфидия узнала своего мужа. Когда же последняя немного пришла в себя, то так сказала «О, любезный мой Фавст, как ты нашелся живым, когда мы слышали, что ты умер?» Тогда была неописуемая радость для всех, и от радости великий плач, потому что и супруги узнали друг друга, и дети узнали своих родителей, и обнявшись, плакали, и веселились, и благодарили Бога. И все там, бывшие, видя неожиданную их общую встречу после долгой разлуки, прослезились и благодарили Бога. Фавст же, припав к апостолу, просяг крещения, потому что искренне уверовал во единого Бога, и, будучи крещен, воссылался слезами благодарственные молитвы Богу. Потом все удалились оттуда в Антиохию, когда они учили там вере во Христа, то Егимон Антиохийский узнал все о Фавсте, его жене и детях, о их высоком происхождении, а также о приключениях их, и тотчас послал вестников в Рим, чтобы известить обо всем царя. Государь повелел Егимону, чтобы он поскорее доставил в Рим Фавста и его семейство с большой честью. Когда-то было исполнено, император радовался их возвращению, а когда узнал все случившееся с ними, долго плакал. В тот же день он устроил в честь их пир, на другой день дал им много денег, а также рабов и рабынь, и были они в большом почете у всех. Проводя жизнь в глубоком благочестии, творя милостыню бедным, и в преклонной старости, раздав все нуждающимся, Фав и Матфидия отошли ко Господу. Дети же их, когда Петр пришел в Рим, подвязались в апостольском учении. Облаженный Климент был даже неразлучным учеником Петра во всех его путешествиях, в трудах, и был ревностным проповедником мучения Христова. За это Петр поставил его епископом прежде своего распятия, которое претерпел от Мирона. После смерти апостола Петра, а за ним епископа Лина, и епископа Анаклета, Климент во времена волнений и усобицы времени управлял мудро кораблем Церкви Христовой, которая была тогда возмущаема от мучителей, и пас стада Христова с большим трудом и терпением, будучи окружен со всех сторон, подобно рыкающим львам и хищным волкам, лютыми гонителями, которые старались поглотить и уничтожить Христову веру. Находясь в таком бедствии, он не переставал заботиться с великим старанием и о спасении душ человеческих. Так что обратил ко Христу много неверных, не только из простого народа, но даже из царского двора, благородных и сыновитых, в счете которых был некто сановник Сисиний, и немало из рода царя Нервы. В своей проповеди святой Климент в одно время на Пасхе обратил ко Христу 424 человека знатного рода и всех крестил. Гомицил, уже племянницу свою, которая была обручена Аврелиану, сыну первейшего римского сановника, посвятил на сохранение девства. Сверх того, он разделил Рим между семью писами, чтобы они описывали страдания мучеников, которых тогда убивали за Христа. Когда же его учением и трудами, чудными делами и добродетельной жизнью стало в Церковь Христово умножаться, тогда гонитель веры христианской Камик Торкусиан, Камик называли с римлян сотрудниками, святой правителей и правительствия, увидеть бесчисленное множество уверовавших во Христа научных Климентом, возмутил некоторых из народа восстать против Климента и против христиан. Произошло волнение в народе, и мятежники пришли к кепарху города Мамертину и стали кричать, «До каких пор Климент будет унижать наших богов?» Другие же, напротив, защищая Климента, говорили, «Какое зло сделал этот человек, или какого доброго дела он не сделал!» «Кто бы из недужи не приходил к нему, он всякого исселял, каждый стечалю пришедший к нему получал утешение. Никому никогда он не сделал зла, но всем много сделал благодеяний. Однако все прочие, исполненные духами приязни, кричали, «Волшебство все это он делает!» «А службу нашим богам искореняет!» «Веса не называют Богом!» «Геркулеса нашего покровителя называют нечистым духом!» «Веса и Афродита называют не нафига бледница!» «О Великой Вести говорит, что ему здесь жертв!» «Та же и Афину, Артемида, Гернеса!» «Храмотовый арея хулит и бесчестит!» «Всех наших богов и храмы их постоянно бесчестит и осуждает!» «Поэтому пусть он или принесет жертву богам, или будет наказан!» Тогда епархий Верфин под влиянием шума и волнения толпы приказал привезти к себе святого Климента и начал говорить ему «Ты произошел из благородного рода, как говорят все римские граждане, но соблазнился!» «И поэтому не могут сердцить себя и молчать!» «Неизвестно, какого ты Бога почитаешь, какого-то нового, называемого Христом, противного нашим богам!» «Тебе следует оставить всякое заблуждение и увлечение, поклониться богам, которых мы кланимте!» Святой Климент ответил «Молю твое благоразумие, послушай меня, а не безумных слов грубой тернии напрасного стоюсти на меня! Ибо хотя и многие собаки лают на нас, но они не могут отнять от нас того, что принадлежит нам! Ибо мы люди здравые и разумные, они же собаки без разума, лающие бессмысленно доброе дело!» Волнения и мятежи всегда появлялись от неразумной и несмысленной толпы, поэтому прикажи сначала им замолчать, чтобы, когда наступит тишина, мог говорить человек разумный о важном деле спасения, чтобы можно было обратиться к поискам истинного Бога, которому с верою должно кланяться! «Это и многое другое», — говорил святой, и епарх в нем не нашел никакой вины, потому и сказал к царю Трояну известие, что на Климента восстал народ из-за богов, хотя достаточно свидетельства для обвинения его не имеется. Троян ответил епарху, что Климент должен или принять жертву богам, или быть заточенным в пустынное место фонто близ Херсонеса. Получив такой ответ от царя, епарх Мамертин сожалел о Клименте и умолял его не избирать себе самовольного изгнания, но принести жертву богам и тогда быть свободным от ссылки. Святой вознесил епарху, что изгнания он не боится, напротив, еще сильнее желает его. Такая была сила благодати в словах Климента, которую дал ему Бог, что даже епарх умилился душою, заплакал и сказал, Бог, которому ты служишь всем сердцем, да поможет тебе в твоем изгнании, на которое ты осужден. И приготовив корабль, что необходимо, он отпустил его. Вместе со святым Климентом отправились в изгнание также многие христиан, решившись лучше жить вместе с пастырем в изгнании, чем остаться без него на свободе. Прибыл на место заточения, святой Климент нашел там более двух тысяч христиан, осужденных на тисание камней в горах. Такому же делу был представлен Климент. Христиане, увидевшись святого Климента, со слезами и скорби приступили к нему, говоря, помолись о нас, святитель, чтобы нам сделать все достойными обетования Христа. Святой Климент сказал, «Я не достоин такой благодати Господа, сподобивши на меня быть только участником вашего венца». И работая с ними, святой Климент утешал их и наставлял полезными советами. Узнав, что у них имеется большой недостаток в воде, таким приходится за шесть попри, приносить себе воду на плетях. Святой Климент сказал, «Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он своим последователям открыл источник живой воды, подобно тому, как открыл жаждущему Израилю в пустыне, когда разбил камень и потекла вода. И получив таковую благодать его, воспитимимся и начали все молитвы». По окончанию молитвы святой Климент увидал Агнеса, стоявшего на одном месте и поднимавшего одну ногу, как бы показывая место. Климент понял, что это явившийся Господь, которого никто не видит, кроме его одного, и подошел на то место и сказал, «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, копайте на этом месте!» И все, став кругом, стали копать лопатами, но пока ничего не было, так как не могли напасть на то место, где стоял Агнес. После этого святой Климент взял маленькую лопату и начал копать на том месте, где стояла нога Агнеса. И точно съедился источник вкусной чистой воды и образовалась из источника целая река. Тогда все возрадовались, а святой Климент сказал, «Речные потоки веселят город Божий!» Клух об этом чуде распространился по всей окрестности. И стали стекать все люди в большом количестве, чтобы видеть реку, неожиданно и чудесно образовавшуюся по молитвам святого, а также и послушать его учения. Многие веровали во Христа и крещеные были в воде от святого Климента. Столько народу приходилось к святому и столько обращалось ко Христу, что всякий день крестилось по 500 человек и более. В одно лето настолько увеличилось число верующих, что даже было построено 75 церквей, и разбиты были все идолы, а капища по всей стране разрушены, так как все жители приняли христианскую веру. Царь Троян, узнав, что в Шерсонесе бесчисленное множество людей уверовало во Христа, тотчас послал туда одного сановника по имени Астидиана, который по прибытии подверг многих христиан пыткам и многих умертвил. Увидав же, что все с радостью идут на мучение за Христа, посланный сановник не пожелал более мучить народ, и только одного Климента всеми силами старался принудить к принесению жертвы. Но, найдя его непоколебимым, вере и крепко верующего во Христа, повелел посадить его в лодку, отвезти на середину моря, и там, привязав якорь на шею, повернуть в самое глубокое место моря и утопить, дабы христиане не нашли его тело. Когда все это произошло, верующие стояли на берегу и сильно плакали. Потом два вернейших ученика его, Корнилия и Киев, сказали всем христианам, «Помолимся все, чтобы Господь открыл нам тело мученика». Когда молился народ, то море отступило от берега на расстоянии трех поприщ, и люди, подобные израильтянам в Черном море, перешли по суху и нашли мраморную пещеру наподобие церкви Божьей, в которой покоилось тело мученика, а также нашли близневой якорь, с которым был потоплен мученик Климент. Когда верные хотели взять оттуда честное тело мученика, то было откровение вышеупомянутым мученикам, чтобы тело его здесь оставили, ибо каждый год море в память его будет отступать, как в течение семи дней, давая возможность приходить желающим поклонителям. И так было много лет, начиная с царствования Трояна до царствования Никифора, царя греческого, царствовал в 802-811 годы. Многое других совершилось там чудес по молитве святого, которого прославил Господь. Однажды море в обычное время открыло доступ к пещере, и много народу пришло для поклонения мощам святого мученика. Гусейна был оставлен в пещере ребенок, забытый родителями при уходе их. Когда море стало опять возвращаться на прежнее место, и уже покрывало пещеру, то все бывшие в ней поспешили уйти, боясь, чтобы их не покрыло море. И родители остального ребенка также поспешили выйти, думая, что ребенок раньше вышел с народом. Осмотревшись и ища его везде среди народа, они не находили его. А возвратиться снова в пещеру не было уже возможно, так как море покрыло пещеру. Неутешно плакали родители и пошли к себе домой с великим плачем и скорбью. На следующий год море снова отступило, и родители ребенка пришли опять для поклонения святому. Взойдя в пещеру, они нашли ребенка живым и здоровым, сидящим у гробницы святого. Взяв его, родители с неописанной радостью спрашивали его, как он остался жив. Ребенок, показывая пальцем на гробницу мученика, сказал, этот святой меня сохранил живым, питал меня и все морские ужасы отгонял от меня. Тогда великая радость была у родителей и у народа, председав на праздник, и все прославляли Бога и угодника его. Старство Никифора, царя Грифа, кто в день памяти святого Климента, море не отступило, как бывало в прежние годы. И было так лет пятьдесят и более. Когда за Херсонеси епископом сделался Георгий Блаженный, то он сильно скорбел о том, что море не отступает, и мощь, и соль великого угодника Божия находится как бы под пудом, покрытая водою. Во время его управления епархией пришли в Херсон два христианских учителя, Нефодий и Константин Филотов, нарисленных впоследствии Кириллом. Святые Нефодия и Кирилл, известные просветители славян. Они направлялись на поповедь с Хазаром. Хазар – это народ туркменского происхождения, обитавший около Каспийского моря, в низовьях Волги и в Предкавказье. Они были частью изыскниками, частью магометанами, частью же исповедовали еврейскую веру. И по дороге расспрашивали о мастях святого Климента. Узнав же, что они находятся в море, эти два учителя церковные стали побуждать епископа Георгия к открытию духовного сокровища – мастей свистенно-мученика. Епископ Георгий, побуждаемый учителями, отправился в Константинополь и поведал обо всем царствовавшему тогда императору Михаилу Третьему в 1855-1867 годы, а также святейшему патриарху Игнатию управлял Константинопольской церковью с 847-1857 годы, потом после флотис в 1867-1877 годы. Царь и патриарх послали с ним избранных мужей и весь клир Святой Софии, это соборный храм Константинополя. Прибыл в Чарсонес, епископ собрал весь народ и со псалмами и пением все отправились к морскому берегу в надежде получить желаемое. Но вода не расступилась. Когда зашло солнце и сели в корабль, вдруг среди полуночного мрака море озарилось светом, сначала явилась голова, а затем все мощи святого Климента вышли из воды. Святители благозовейно взял и положили в корабль и торжественно, вмешив в город, поставили их в церковь. Когда началась Святая Литургия, то много совершилось чудес. Святые прозирали, хромые и всякие больные получали исцеление, и бесноватые освобождались от демонов по молитвам Святого Климента. Благодатью Господа нашего Иисуса Христа Ему же слава вовеки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok